За мной был закреплен сегмент именно открытого заседания секции ФУМО по финансам Укрупненной группы подготовки экономики и управления. Заседание этой секции проходило в четверг, в первый день конференции. Оно было непростым, поскольку я как руководитель секции поняла, что далеко не все присутствующие были ознакомлены и знают о тех, скажем так, новшествах, которые происходят в сфере образования и на рынке труда. То есть те моменты, когда ВГОСы теперь спущены в ответственность ФУМО, ВГОСы разрабатывают ФУМО для Минобра, скажем так. Далее эти ВГОСы должны согласовываться с соответствующими советами по профквалификациям, и только потом в таком виде их принимает Министерство образования для дальнейшей работы. На открытом заседании секции мы рассматривали вопросы как раз формирования новых ВГОСов по финансам и кредит магистратуры, что вызвало ряд дискуссионных моментов. В общем-то возникла такая дискуссия небольшая, и было принято решение собраться в небольшую рабочую группу, чтобы доработать общепрофессиональные компетенции и представить их в Минобор. Что мы сегодня утром и сделали. Большое всем спасибо, кто присоединился к этой рабочей группе. Нас было немного, но работа была продуктивной и эффективной. Сегодня, завтра я это все внесу в проект Новый ГОС и отправлю в ФУМО, в главной офис нашего ФУМО, и потом это пойдет в Министерство образования и науки и в Совет по профквалификациям финансового рынка. Что еще хочется сказать в целом? Конференция была очень насыщена и мероприятиями, и событиями. В частности, мы подписали соглашение о сотрудничестве с НИТУ МИСИС. Планируются совместные образователи научные проекты нашего университета, ФИН-университета и МИСИС. Также мы планируем запустить с сентября 2017 года сетевую образовательную программу. Эту модель обязательно опробируем и доложим на наших площадках в следующие разы. Я думаю, нам уже будет с Вадимом Леонидовичем Петровым, и будет что рассказать. Вот эта рабочая группа, которая заседалась сегодня утром, она была такая неожиданно неофициальная, но, тем не менее, очень важная была работа проведена. Вот, наверное, и все. Я еще скажу, что пообещала, я это сделаю всем участникам сегодняшней рабочей группы. Я разошлю те материалы, над которыми мы работали. И вы знаете, на самом деле, сегодняшнее наше двухчасовое совещание внизу в кафе показало, что нужно серьезно пересматривать нам состав методической секции рабочей группы ОМО. Как только я вернусь в Москву, я это сделаю с Олегом Александровичем Замулиным, выйду к нему с предложением, чтобы обновить состав методической секции рабочей группы, потому что, конечно же, нужно... Год уже действует ОМО, и на самом деле 60% членов официальных не работают, честно говоря. Мы запускаем модель, запускаем механизм, который позволит согласовывать более эффективно федеральные государственные образовательные стандарты с соответствующими советами по профквалификациям. Дело в том, что работа только начата, и уже порядка 60% отправляемых в СПК документов приходит назад в ФУМО с отрицательными заключениями. То есть что сделает ФУМО? Они берут проекты в ГОС, как им велит регламент Миноборда, отправляют просто на холодном контакте их в соответствующий СПК, и дальше, конечно, люди в СПК. Я очень люблю наш СПК финансового рынка, но сама там, проработав в качестве эксперта более года, могу вам сказать, что профобъединение, профсообщество и представители-работодатели люди очень далекие от системы образования. И они никогда не смогут вам сказать, в чем отличие в ГОС, например, в чем отличие в ГОС от дисциплины, от программы, от образовательной. Они этого просто не понимают в силу того, что они не должны этого понимать и знать, собственно говоря. И вы представьте себе такую ситуацию, когда этим людям направляются в ГОС на экспертизу. Это абсолютно, как бы скажем так, уже на неудачу нацеленные, в общем-то, мероприятия. И мы думали-думали и решили создать на базе СПК финансового рынка центр. Центр называется Центр экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных стандартов. В этот центр войдут, собственно говоря, 7 человек. Руководители центра, первый проектор по учебной и методической работе финансового университета Розина Эль Михайловна, три представителя ФУМО и три представителя СПК. То есть понимаете, какая получается история? Мы отправляем в ГОС проекты от ФУМО в этот центр, а там представители ФУМО, то есть мы же их ловим, и представители СПК, с которыми у нас очень тесный контакт дружественный, потому что мы прекрасно понимаем, что когда придут профстандарты в наш центр до их утверждения в Минтруде, до их утверждения в Минюсте, то есть они будут на этапе разработки. Мы и профстандарты тоже в этом центре поймаем и проэкспертируем на тот момент, чтобы, например, нас устраивали уровни квалификации, указанные профстандарты, устраивали трудовые функции и знать, уметь владеть, чтобы они каким-то образом уже заранее было понятно, что они выйдут на корреляцию с нашими компетенциями в образовательных программах. Поэтому я считаю, что такая модель будет очень успешна, потому что уже даже этот центр, собственно говоря, это и есть сам пример такого тесного взаимодействия, взаимодействия, дружбы и, так сказать, и сотрудничества. Спасибо, Екатерина Анатольевна. Здесь очень важный момент, и мы хотим, чтобы вы его услышали. На сегодняшний день регламент взаимодействия, утвержденный Министерством образования и подписанным Оксаном Васильевичем Шохиным, председателем Национального совета по квалификациям при президенте Российской Федерации, он предполагает взаимодействие между ИСПК и ФУМО после утверждения профессионального стандарта. Мы видим с вами результаты вот такой несогласованной работы. В частности, профессиональный стандарт бухгалтера, нет учтенных квалификаций, почему? Потому что делалось силами работодателей, не был вопрос проработан с образовательным сообществом, и все равно вот сейчас тот официальный нормативный порядок взаимодействия, он определяет вот эту вот стыковку уже после утверждения профессионального стандарта. Мы смогли договориться, я считаю, что это большое решение, большой результат с ИСПК и с ФУМО, выйти на экспертизу еще только разрабатываемых профессиональных стандартов, чтобы учесть и предложение Федерального учебно-методического объединения, и предложение работодателей до регистрации профессиональных стандартов. После вот предварительной аналитики, центр уже несколько раз, да, вот в составе уже мы провели встречу под руководством Олега Александровича Замулина и Нальи Михайловны Розиной, и мы пришли к компромиссному решению, что это делать нужно еще на входе. Мы провели аналитику уже существующих профессиональных стандартов, практически каждый требует доработки. Вот такой вот результат. Это большая аналитическая работа, которая требует и времени, и средств, и она неэффективна, когда мы получаем стандарт уже на выходе. Вот такое достижение произошло в рамках УМО и ИСПК. На самом деле 7 человек в составе этого центра, это не такой нефиксированный состав на всю жизнь, и потом у нас есть пул экспертов, которых мы будем привлекать, естественно. То есть это не то, что только ответственность этих 7 человек за все в ГОС и за все профстандарты получается, что так. Нет, на самом деле есть и другие эксперты, другие люди, которых мы будем привлекать. Но такой еще момент отмечу, если вы думаете, что мы там все сели, между собой устроили, договорились в этом центре. Вы знаете, какое было трудное первое совещание, когда три представителя ФУМО, достаточно высокого уровня, три представителя СПК, и на самом деле нам было очень сложно понять друг друга, и договориться всемиром. Что же говорить о том, что здесь, на нашей конференции присутствовало 50% работодателей и 50% образованцев в сфере образования. Это безумно трудно. Поэтому лично я, мне очень радостно видеть, что это не было равнодушие в эти дни. То есть всех что-то задело заживое. Были очень горячие споры, были дискуссии. Даже некоторые успели поругаться, потом помириться, потом опять поругаться. Мне кажется, именно это и показатель качества мероприятия. То, что мы объединились, объединение начато, и пусть все остались где-то при своем мнении, кто-то с чем-то согласился, но тем не менее это диалог. Это уже не монолог, не монолог Министерства образования, не монолог рынка труда, это уже какое-то совместное сотрудничество. С чем я вас поздравляю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!